Людовик XIV, король солнца, Людовик Великий, король Франции и Навары, старший сын Людовика XIII и Анны Австрийской. Ему было всего лишь 23 года, когда он взошел на трон и правил 54 года. Прожил Людовик 77 лет и жил он так долго, что похоронил своего сына и внука. И после него на трон взошел Людовик XV, ему было всего лишь 5 лет. Людовик XIV был новатором, именно он ввел этикет, именно по его указу был построен невероятный красоты дворец Версаль. В те времена у людей было скудно разнообразие увеселений, а делились своими достижениями красотами через картины, гравюры, статуи. Для того, чтобы запечатлеть свой облик, знатным людям приходилось позировать часами и не всегда результат показывал истину. А что если бы во времена Людовика XIV был интернет? Возможно, у него был бы свой аккаунт в Инстаграм. Интересно, какой бы он был? Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F. И в этом видео на ваших глазах я попробую создать визуал контента для Инстаграм-аккаунта Короля Солнца. Для того, чтобы собрать контент для дальнейшей работы, я обратилась к любимому Пинтересту. Так как Людовик XIV является Королем Солнцем, я буду придерживаться золотистых тонов во всей гамме будущей раскладки. Нам нужно выявить яркие качества, присущие нашему сегодняшнему герою. Нужно составить некий список того, с чем он ассоциируется, что входило в его обязанности, возможно, поделиться его семейной жизнью, определить его хобби. Итак, начиная, конечно, с портретов Луи. Для того, чтобы передать атмосферу того времени, я собираю все картины, гравюры, рисунки наших дней. Я уже говорила о том, кто были его родители, стоит также сказать о его супругах. Первая Мария Терезия Австрийская, вторая Франсуаза де Ментенон. У короля было огромное количество любовниц, но перечислю самых популярных, которые оказали сильное влияние на Людовика и на его жизнь. Лавальер, Монтеспан, Фонтан. Что касательно детей, то официально признанных у него было три сына и три дочери. Версаль. Король считал, что его главная задача продемонстрировать всему миру власть и богатство французской монархии. Король Солнца хотел засадить сады Версали деревьями и устроить там несколько фонтанов, но в то время Версаль представлял собой пустую равнину, поэтому он воспользовался механизмом, который выкачивал воду из реки Сена для орошения, а также перевез в Версаль множество зрелых деревьев из компьяни. Людовик не только выбирал убранство для комнат в своих дворцах, но и придумывал мельчайшие детали интерьера. Талант короля распространялся на все. Он помогал создавать эскизы медалей, ювелирных украшений, вееров, одежды, книг и карт, гравюры картин, скульптуры фонтанов, садов и зданий. Помимо этого он многое коллекционировал. У него были античные камеи, агатовые кубки и вазы из яшмы. Особую страсть Людовик питал к медалям, скупая как древние, так и современные образцы. Дворные рассказывали, что монарх любил проводить время, изучая свои медали, заказывая их или раскладывая по специальным ящикам. Водили слухи, что однажды его увлечение привело к войне с Нидерландами. Поводом стало несколько медалей, восхвалявших мощи этой страны, что привело короля в бешенство. Не в силах прийти в себя от гнева, он решил объявить нескромной стране войну. Даже с поля боя Людовик руководил строительством Версали, заставляя своих подданных подробно рассказывать ему обо всем, что происходит, и согласовывать с ним любые мелочи. Результат превзошел ожидания монарха. Версаль отличался от других дворцов масштабами, роскошью обстановки и декора. А также веселительными мероприятиями, которые устраивал там король. Один из гостей монарха так описывал происходящее при дворе. Там каждый день балы, балеты, комедии, пение, игры на разных музыкальных инструментах, променады, охоты и другие развлечения, сменяющие друг друга. Именно при Людовике XIV Париж превратился в столицу моды. Одна из фавориток короля, мадам де Монтаспан, стала главной моделью. Золотое платье, покрытое кружевом, которое она продемонстрировала европейским послам на одном из приемов, вмиг стало одним из самых популярных в Европе. Не отставали от монарха и придворные. Несколько тысяч человек расхаживали по дворцу, одетые в шелка, бархат, золото. Кто видел королевский двор, тот видел все, что в мире есть самого прекрасного, пышного и изысканного, писали европейские дипломаты. Любовь к моде, изобилию и великолепию Людовик XIV привил не только своему окружению, но и простым парижанам. Они, затаив дыхание, следили за всеми новинками, появляющимися при дворе. Обитатели дворца становились для французов своего рода иконами стиля. Все старались перенять манеры придворных, их привычки, сшить похожую одежду. Людовику приписывают талант модельера. Считается, что именно он изобрел туфли на высоком каблуке с красной подошвой. В то время показателем статуса была дорогая карета с лакеями, запряженная как можно большим числом лошадей. Неудивительно, что многие французы спускали целое состояние, стремясь к роскоши. Они устраивали приемы, тщательно следили за тем, чтобы их дома были обставлены дорогой мебелью, но особое внимание уделяли внешнему виду. Например, обычный мушкетер должен был обзавестись роскошным костюмом из светло-серого английского сукна, двубортным камзолом из парчи, кюлотами из замши, коричневыми перчатками с кружевом, а также различными камзолами, плащами или накидками из черного бархата. Дорогой гардероб не был пропуском выше свет. Необходимо было еще и хорошо танцевать. Ценитель музыки и балета Людовик любил облачаться в пачку и изображать то весну, то бога солнца, то Аполлона. На сцену при дворе монарх выходил около 20 лет, при нем балет расцвел, стал более усложненным и утонченным. Наш правитель, само воплощение изящества, настоящее произведение искусства, шептались при дворе. Одним из любимых блюд Людовика XIV была индейка, так что он приказал выращивать этих птиц специально для него на его собственной ферме. Дабы не делать из развлекательного видео какой-то урок истории, предлагаю закончить с фактами из биографии короля. Их, думаю, предостаточно для того, чтобы создать визуальное представление о нем и его жизни. Материал для визуального контента готов. Теперь хорошо бы подумать о никнейме, названии, описании профиля, аватаре, ну и, конечно же, закрепленных сториз. Долго не думая, выбираю вот такой вот никнейм, а как иначе. А в названии обязательно напишу Король Франции и Навары. С описанием немножко труднее, потому что, как ни крути, наш Людовик очень важная персона, и, главное, не перегнуть палку. Из идей. Король Солнца, государство Тая, и, наверное, нужно бы сообщить, когда произошла коронация. Страничку создаю с условием того, что она настоящий, король сам или его помощник ведут аккаунт, поэтому дату смерти писать не буду. Получилось так. Коронация. 7 июня 1654 года, Римский собор, Рейнс, Франция, король Солнца, государство Тая, ну и в геометку помещаю деревню Версаль. А какие могли бы быть закреплены сториз у Людовика XIV? Наверное, что-то из личной жизни, про его семью и родителей, так что одна из закрепок обо мне. Этикет обязательно был бы размещен у короля, чтобы все могли понимать, чего от них будут ждать при дворе. Версаль. Тут я бы собрала сториз, которые показывают, как добраться до дворца, как он выглядит и какие-то интересные факты о его строительстве. Возможно, это все, я бы еще добавила что-то наподобие достижения Франции, где могли бы быть опубликованы победы короля. Приступая к созданию раскладки для постов, нужно помнить о выбранной общей цветовой гамме, чтобы все фото сочетались между собой и ни одно из них не выбивалось. Также стоит помнить, что в раскладке не может идти подряд несколько одинаковых фото. Например, только портреты короля или только дворец. Если в кадре лицо крупным планом, то по бокам и диагонали от него не стоит публиковать лицо с такими же пропорциями. Лучше отдать предпочтение кадру в полный рост или каким-то деталям. Не стоит забывать еще о таком нюансе, если в каком-то кадре находятся только ноги, не нужно в ближайшие 5-6 кадров публиковать портрет до пояса, потому что при публикации нового поста раскладка сбивается и может получиться такая вот нелепица. Нам это не нужно, тем более королю, а еще он подумает, что мы насмехаемся над ним. Раскладка готова! Теперь мы можем оценить общую получившуюся гамму и без проблем подберем аватарки к закрепкам. Главное, чтобы фото визуально рассказывало зрителю, о чем будет идти речь в данной закрепке, как если бы не было текстового названия. Последний штрих – аватарка аккаунта. Оп! Готово! Вот мы и создали визуал контента для инстаграм-аккаунта Людовика14. В этом видео мы всего лишь баловались, но я хотела вам наглядно показать, как легко и просто создавать упаковку для личного бренда или услуги. Если вам понравилась эта рубрика, мы можем ее продолжать. Для этого в комментариях просто напишите именно личности, для кого следующего мне создать визуал. На этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. Пока-пока!